Даже по европейским понятиям и мужчины и женщины, народа Маори отличаются особой красотой и статью, довольно высокого роста, прекрасно сложенной, с правильными чертами лица и оливковой кожей. История коренных жителей Новой Зеландии читается как героическая поэма. Место ее действия необозримые просторы Тихого океана. Время действия с начала нашей эры до наших дней. Новая Зеландия это своего рода микроконтинент, где можно встретить огнедышащие горы и дремучие леса, ледники и гейзеры, песчаные пляжи и удивительной красоты заливы. Эта земля совершенно не похожа на те острова Полинезия, откуда прибыл на нее народ Маори. Здесь поселенцы нашли не только большие плодородные земли, богатые дичью леса и изобильные рыбой прибрежные воды, но и больше холода, стихийных бедствий, а значит больше опасностей. В борьбе с природой ковался характер этих правдивых, мужественных и смелых людей, крестьян, рыбаков, охотников и воинов, которых боялись и уважали соседи. Принято считать, что первые люди в Новой Зеландии появились в 13 веке. Однако, есть гипотеза, что эти края посещались более 2000 лет назад все теми же полинезийцами. Дело в том, что здесь были обнаружены останки полинезийских крыс, которые якобы имели такой возраст. Попасть на острова через 1700 километров они могли только вместе с людьми на лодках. Как бы там ни было, но точно известно, что поселенцы Маори привезли с собой крыс, которыми питались и собак. Археологи установили, что первые люди появились на Новой Зеландии на рубеже первого и второго тысячелетий. При раскопках были обнаружены изделия из камня и орудия, предназначенные для охоты на гигантских величиной со слона бескрылых птиц Моа. Эти птицы вымерли и столько же бесследно исчезли первооткрыватели Новой Зеландии. Лишь в легендах мы находим упоминания о людях земли, живших на острове до того, как здесь появились предки современных Маори. Одно из сказаний так повествует о рождении этой земли. Однажды маорийский бог Мауи решил поехать на рыбалку с братьями. Те не хотели его брать в море, но он спрятался в лодке и выбрался из укрытия, когда возвращаться было уже поздно. Мауи приготовил волшебный костяной крючок, а в качестве наживки использовал свою кровь. Вскоре на крючок клюнула громадная рыбина, на которую Мауи, несмотря на протесты братьев, принялся вытаскивать на поверхность. Чтобы вытащить рыбу, ему пришлось поставить ногу на борт каноэ. И под давлением борт обвалился прямо в воду, превратившись в полуостров Каикоуре. Из этого самого каноэ появился остров Южный, удерживаемый на месте своим якорем, островом Стюарта. Тут-то на поверхности и появилась огромная рыба и превратилась в остров Северный. Наряду с подобными сказаниями у Мауи существуют космологические мифы, которые свидетельствуют о необычайной глубине и поэтичности их понимания природы. В течение долгих веков, до того, как были созданы небо, земля и небесные тела, существовала тьма. Несезаемая, неведомая, невидимая, непознаваемая, гласит первый миф. Затем из развития появился рост, из роста появилась энергия, из энергии появилась мысль, из мысли появилось сознание, из сознания появилось желание. Звучит как цитата из современного учебника философии. Маури верят, что их покровителями являются мать-земля и отец-небо. Когда же они расстаются, слезы отца превращаются в дождь, а грусть матери в утренние туманы. И кто бы мог подумать, что народ, создавший столь поэтичные мифы, спокойно практиковал каннибализм. Маури являлись одним из самых жестоких и выносливых народов среди своих соседей. Их традиции и некоторые представления о жизни сегодня могут показаться дикими и далекими от гуманности. Например, в прошлые века маури без каких-либо душевных терзаний съедали своих пленных. Причем делалось это с детской верой, что все достоинства врага перейдут к тому, кто его съест. Согласно народной поговорке, настоящий маури питается картофелем, собаками и врагами. Правда, в наши дни последние два продукта из пищи исключены, но до сих пор остаются в генетической памяти народа. Многие видные маури отрицают информацию о жестокости своих предков. Но простые люди не стесняются. Вот так описал свою беседу с местным продавцом один турист на воскресном рынке в городе Токапуне. А как пакиха, белые люди, на вкус? От них живот болит, можно заболеть, так как они едят неправильную пищу. Маури ели морскую пищу и потому были вкусные. Обычные военнопленных водили за армиями в качестве ходячего провианта. Поразительно, что пленные при этом не разбегались. Возможно, они уже считали себя виртуально убитыми. Возможно, понимали, что убежав, выжить одному в лесах невозможно. Любой член семейного плана маури не считал за человека раба военнопленного, который выполнял самую тяжелую и грязную работу. Каннибализм, отрезание голов у врагов, отбор трофеев считались у маури признаками доблести. Существовал обычай мумифицировать головы противника, преимущественно знаменитых воинов или вождей. Маури отличались воинственным нравом, но у них существовал своеобразный кодекс чести. Например, они не нападали на вражеские обозы с провиантом и оружием. На вопрос европейцев, почему они этого не делают, один из вождей ответил, вы глупые люди, а как в таком случае они будут воевать? Против ружей колонизаторов они использовали собственное боевое оружие Таиаху, нечто среднее между палицей и копьем. Одновременно это был знак отличия вождя, который украшался пучком красных перьев или собачьей шерсти. Кроме этого, они применяли в бою дротики, шесты, копья и своеобразную палец мэры, похожую на лопатку с округлым концом. Мэра являлась оружием вождей, и пленные порой просили, чтобы их убили именно мэры. Это было почетно. Европейцам такая логика недоступна. Нет сомнения в том, что о Маоре надо говорить стихами, сказал как-то английский писатель Энтони Троллоп. Действительно, за несколько веков Маори создали поистине неповторимую культуру. Вместо поцелуев они прижимаются к друг другу носами. Украшает свои дома изумительной по красоте сложности резьбой. Наносит на лицо сложную татуировку, которая является своеобразным паспортом каждого Маори. Она говорит не только, к какому племени и к какой возрастной группе он относится, но и какие деяния совершил. По традиции рисунок наносился не простыми иголками, а маленькими резцами, что являлось крайне болезненной процедурой. Память Маори сохранила название лодок, на которых прибыли их предки. И не только лодок, но и имена вождей, жрецов, умелых кормчих и даже кормовых весел, которые также имели собственные имена. Мужчины носят преимущественно накидки и более десяток различных видов плащей. Женщины длинные юбки. Для утепления ткани, обычно льна, в нее вплетаются шнурки животных. В основном собак и перья птиц. Кровопролитные междоусобицы давно канули в лету. Но один из военных обычаев до сих пор играет важную роль в культуре Новой Зеландии. Дело в том, что на этой земле родился знаменитый танец Хака. Капа-Хака – это целый ритуал, включающий в себя танцы, пение и своеобразную мимику. Этот танец традиционно исполняли воины сотни лет назад. А позже его стали использовать и в мирных целях, на различных спортивных, общественных и государственных мероприятиях. Сегодня туристам не только интересно, но даже смешно смотреть на устраивающие телодвижения и крики, вытаращенные глаза и высунутые языки танцоров. Однако, если представить этот танец перед реальной битвой, то становится понятным, что такая яростная экспрессия могла запугать любого врага и убедить его, что пощады не будет. Неудивительно, что Маори оказывали самое яростное сопротивление европейским колонизаторам. Но несмотря на воинственность, этот народ обладает и другими качествами. Французский миссионер Серван писал в XIX веке «Характер Маори своеобразный. Они добрые, но вспыльчивые и даже мстительные. За ваше благодеяние они отдадут вам свое сердце. И в то же время, если вы обидели или оскорбили кого-нибудь, он тут же забудет, скольким он обязан вам. Ярость обиды будет клокотать в его душе, как раскаты грома. Прислушаться к голосу разуму он не сможет. Но насколько он неистов в гневе, настолько он нежен в своей любви. Пожалуй, лучше о Маоре не скажешь». Статья, подготовленная Евгением Яровым, публикуется в журнале «Загадки. Истории», номер 13, 2014 год. Не забудьте подписаться на канал в правом верхнем углу.